Рли, лри, рли, 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 лри, пульте пальцем Максу, в каком случае, все это, блядь, я хрюкнул в камеру, переписываю дубль, давай выключайся, 545, 192, 545, 192, а ширина, блядь, пусть монтажер что-нибудь, ну, налепит так, стрелочки, ну, емай, руки стрелочки пусть будут, знаешь, типы, которые вы заходят, арбузы потеряли, короче, понял, так. Длина этого монстра 5,45, высота 1,92 и ширина 2,1, для кого? Этот автомобиль, зачем джип создал этого монстра, какие у него конкуренты, плюсы и минусы, встречайте джип гранд вагонир с мотором 6,4. Не 600, а 700, как у любого другого джипа. Камера с омывателем, активный круиз-контроль, прибор ночного уведения, парктроники, а это оптика джип лет перформанс с черными отражателями и карбоновыми вставками. Шикарные ПТФки и матовый буксировочный крюк. Эта версия с приставкой Гранд имеет рамную конструкцию, унифицированную с РЭМ-1500. Клиренс этой машины составляет 210 мм, а может составлять 257 мм. Это зависит от положения пневматической подвески. Обратите внимание на красивые двухцветные колеса 22 диаметра. Хочу обратить ваше внимание на пороге этого автомобиля. Дизайнеры и инженеры на славу постарались. Это, бля, как инь и янь. Он интегрирован в кузов, не видно, что это отдельная какая-то площадка с электроприводом. Смотрится максимально круто. Обратите внимание, как он открывается. Не нужно открывать дверь до этого. Можно положить руку, он откроется. И обратите внимание на его размеры. У меня 44 размер ноги. Он просто огромный, как все в этом автомобиле. Необычный дизайн стоп-сигналов. Не как у всех. А эта надпись Grand Vagoner напоминает всем, кто папка на дороге. Ведь 64 это не игрушки. Две камеры и обе с омывателем. Здесь у нас крепление под парков. Тяговые усилия этого монстра 4,5 тонны. Система полного привода у этой машины называется QuadroDrive 2. Здесь мы видим две кнопки. Левый мы можем открыть и закрыть автомобиль. Правый открыть и закрыть багажник. А еще мы это можем сделать без помощи рук. Итак, открыли багажник. Справа от меня находится кнопка закрытия багажника. Здесь у нас сабвуфер. Фирма Macintosh. Алды в курсе. Что за фирма? Здесь у нас крепление для сетки. Здесь находится у нас ниша. О, кстати, вот. Это отражатель на лобовое стекло. Идет в комплекте с автомобилем. Здесь у нас ниша. Рейлинги упакованы аккуратно на крышу для установки багажника. Здесь новая сеточка абсолютно. Крепление. Вот они. Говорил. Здесь домкрат. Здесь у нас кнопки складывания сидений. Это идет у нас третий ряд и второй ряд. Получается громадный багажник, в котором можно отдыхать. Объем багажника этого автомобиля составляет 3500 литров. Заглянем вовнутрь. Это шторки. Без электропривода, как у любого другого американца. Кожа на пол. Контрастная строчка. Алюминиевые вставки. Акустика. Макинтош. В этом автомобиле 23 колонки, включая сабвуфер. Посмотрим на функционал и на качество отделки второго ряда. Это кожа с перфорацией. Здесь есть и вентиляция, и подогрев сидений. Посередине нет ни того, ни другого. Так что будете либо мокренькие, либо умерзнуть. Это 10-дюймовый монитор. Здесь их 5, но есть немного больше. Розетка 115 и 12 вольт. Type-C и USB-выходы. Здесь все в коже с контрастной строчкой. Ромбики. А здесь кнопка для комфортного доступа к задним сиденьям. Итак, я залез на третий ряд Гранд Вагонера. Честно скажу, для троих, как я, места маловато. Для двоих самое то. Сижу свободно и вальяжно. Здесь находится у нас дефлектор, подача воздуха, подстаканник, кармашек. Это электропривод третьего ряда сидений. Type-C и USB потолок, алькантара. А это у нас фэмили камера, которая позволяет следить за пассажирами второго и третьего ряда. А еще есть своя панорама. Очень комфортные и большие кресла, необычный руль и множество мониторов. Мне очень нравится эргономика этого автомобиля, нравится его отделка. Обратите внимание на кнопку запуска двигателя. Она тоже отделана кожей. Находится на алюминиевой площадке с серебристой рамкой. Давайте запустим двигатель. Здесь находится блок управления сидений. Память на двух пассажиров. Включение массажа. Дизайнеры тоже постарались и сделали не как у всех. Рулевое колесо в коже, контрастная строчка, алюминиевые вставки. Здесь алюминиевая вставка, переключение передач. Здесь у нас управление дашбордом. И здесь управление активным круиз-контрольным удержанием в полосе. У нас спереди аж 4 монитора. 10 дюймов, 10. И 2 по 12, 2 или 12, 3, я не помню. Здесь кожа NAPA, проекция на лобовое. Колонки Macintosh. Тоже Alcantara. Управление воротами. Здесь панорамная крыша и открытие двери багажника. Это большой монитор со всем функционалом. Здесь у нас управление комфортом, массажами и климат-контрольным. Есть у нас потайное место с беспроводной зарядкой. С розеткой на 12 вольт. USB, Type-C разъемами, AUX и даже HDMI, чтобы можно было катать в плойку. А здесь у нас кнопочка выбора дорожного покрытия, пневмоподвеска выбора режима, понижайка, помощь при спуске и ряд других опций. Итак, открыли капот, посмотрели на 64, складывается ощущение, что это 1.8. Машина настолько громадная, что этот мотор V8 смотрится вот таким. Коробка здесь стоит у нас ZF, как у версии SRT. Все всем давно доказали, все надежное, все едет. В общем, огонь. И у нас есть такая алюминиевая табличка с надписью Вагонер. Разработан в Обурнхиллс и построен в Вороне, Мичиган, наверное. Итак, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, что понравилось, что нет. Что еще хотите посмотреть, какую машину может сменить формат? Рыбалочка может или какой-то трип суровый. В общем, возвращаясь к вопросу, к вопросу начала ролика, зачем джип сделал такую машину? У каждой марки должен быть флагманский авто. Он перед вами, большой автомобиль с мотором 6.4, с большим мотором, который противостоит Эскалейду, Тахо. Задумка удалась. Я бы себе такой купил или куплю, или посмотрим, пока купил Рэм. Буду вам его тоже показывать, буду вместе что-то на него ставить. Кому нужен такой автомобиль, как и семье большой, так и большой шумной компании, молодой. Путешествовать можно всем и даже нужно. Так что ждем вас по адресу свободный.7.2. У меня у Макса Бородых в пикап-центре. Я погнал. Субтитры подогнал «Симон»